Всем привет. На недавнем мероприятии State of Unreal разработчики показывали нам некоторые экспериментальные функции. Давайте взглянем, что они нам предоставили. Сейчас на видео вы смотрите отрезок из этого мероприятия. Здесь они нам показывают, что усовершенствовали немного физику хаоса. Добавили несколько нод в систему подсистем MetaSound. Также начали показывать, что, так скажем, листва у них уже являются с нанитами и так далее. Далее здесь они уже начали нам показывать, что создается новая система. Основа материалов это Substate и в общем набросили этот материал на кузов. Опаловый материал, как раз таки который будет состоять из нескольких слоев. Этот материал невозможно было создать в предыдущих частях движка. В общем, в базовом слое моделируется перелив, преломление, отражение, в общем, которым происходит внутри вот этого материала пал. Поверх слоя находится еще один слой, предоставляет такой, предоставляющий немного полированную поверхность. И что вообще это создает такую некую глубину цвета. Далее разработчики нам начали показывать новую систему Procedural Content Generation. В общем, с помощью нее мы можем изменять структуру ландшафта буквально практически кликом. То есть можно поместить на некую карту определенный составной, так скажем, уже уровень, образно, да, в которой будет изменяться и взаимодействовать уже с рядом стоящими, так скажем, предметами, взаимодействует с статик-мешами и так далее. Также нам начали здесь показывать дополнительные компоненты, которые могут тоже изменять вот этот Content Generation, да, его усекать, изменять внешний вид и что-то подобное. На это мы чуть позже как-нибудь взглянем, когда нам более-менее предоставят некую информацию. Также на мероприятии они начали показывать, что с помощью тех же самых айфонов и айпадов можно записывать видео со своим лицом и после этого уже можно создавать анимации. То есть ранее мы создавали анимации прямо онлайн, так скажем, а сейчас можно записать видео и потом уже его обработать. Очень интересно проверить эту систему, работает ли она с андроидом, либо какие взаимодействия необходимы. Очень хотелось бы, чтобы это все работало корректно. Ну и дальше нам начали показывать, что они приобретенные компании, это Quixel, это Artstation, это Sketchfab, в общем и Unreal, они объединяются в общую систему. Система называется FAB. В общем у нас перерабатывается, так скажем, сама программа, в которой мы вот все работаем. Сейчас все будет в одной программе. Далее мы увидим, как она выглядит. Надеюсь, она будет нормальной, не тупить, как данный лаунчер, который сейчас находится в эксплуатации. А на этом все, до скорой встречи, пока. Продолжение следует...